Хочу порекомендовать вам международный интернет аукцион Виолити. Там вы можете купить, продать по выгодной цене старинные вещи. Также рекомендую подписаться на YouTube канал Виолити. Все ссылки в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Примерно 36, давит жара и душно. Очень-очень-очень в белой маечке. Но вот вышел сейчас из машины, очень жарко-очень жарко. Но покопаем немножко. Здесь было в военные времена, где я сейчас нахожусь, по Гауссу стояли. Слышно было нет, специально включился, пока проходил поезд. За мной примерно в 100 метрах железная дорога. И стояли между точкой, где я сейчас стою, и железной дорогой четыре по Гаусса. И работали военные пленные там. И после уже войны убрали эти по Гауссу, поставили какие-то домики там. Ну, жили люди, в общем-то, но было домов очень мало. И постепенно все это там не очень удобное здесь это самое. Дорог, может сказать, нету. И потом это все заглохло, и там просто сейчас ничего уже нет. Там одни-то поля остались. Но вот на этом поле, на этом поле, здесь царизма никакого, если кто-то там ждет какие-то там царские монеты или что-то. Нет, здесь такого не бывает. Здесь попадаются советские монеты, частенько такие. Ну, обычные, советские, довоенные, разные монетки, в общем. Но советские, советские. Уже не царские. Вот. Сейчас я достаю металлоскатель, начинаем пи-пи-пи-пи. И посмотрим, что будет. Забыл совсем сказать. Вот это и есть поле, которое я показал вначале, которое неделю назад начинали косить. И вот его докосили полностью вообще все. Здесь никого нет, спокойно. Здесь везде лесопосадка вокруг меня. Такое безлюдное место. И самое, это самое нормальное, что здесь спокойная обстановка, короче. Птички поют, ветерок такой обдувает немножко. Жара давит, конечно, но я недолго похожу. Если будут находки, то будут. Не будет, я просто уеду и все, сворачиваем все свои претендалики, короче. И уезжаем. Погнали. Блин, земля как асфальт. Здесь клевер сажают, короче. Его не перепахивают. Вернее, клевер посадили многолетние, и его не перепахивают. И утрамбовано как асфальт. Тяжело копается. Чего-то выкопалось. О, монитор. Монетка. Первая монетка, кстати говоря. Попалось две пробки. Две пробки, но я не снимаю, конечно. Вернее, снимаю все подряд, но вы в кино это не увидите. Монетка. Две копейки. Ну, блин, это камера без фокуса. Я уже повторяюсь, конечно, но она... Короче, две копейки, это советская. А, две копеечки, две копеечки. Сейчас посмотрим, какой год. Ну, мне кажется, не старая. Да, не старая совсем. 87-го года. 1987-й год. Совсем не старая. И сохран такой соответствующий, нормальный такой вообще. Темненькая просто патина. Но сохран хороший. Какая-то ржавая железка, наверное. Мусора здесь мало. Вот это вот классно. Шикарный сигнал, копаем. Блин, тяжело копать, если честно. Даже, вот смотри. Даже лопата не лезет, прикиньте. Офигеть. А там сигнал ведь. Его надо выкопать. Фу. Жесть. Короче, это попадается... Очень мало пробок попадается. Парочку только штук попалось. Попадаются еще от пенициллина пробки. Вот. От пенициллина. Коровам уколы когда делали. Прям в полях, что ли. Я не знаю, откуда они тут. Ну, в общем, вот. Блин, будем копать. Ну, не лезет лопата вообще. Тут рамбовано конкретно. Ну, сейчас докопаемся до истины. Потому что здесь, ну, если, в принципе, сигнал, ну, такой, нормально. Вот. На двух дискримах, как бы, он показывает литнину. Так, не вижу. Так, что ты взял? Монетка. Монетка. Фу, блин. Так, это у нас... Так, 15 копеек, 1939 год. 15 копеек, 1939 год. Я не знаю, я вам показываю, наверное, зря даже. Потому что, ну, плохо видно, наверное. Опа, уронил. Медно-никелевый сплав, 1939 год. Довоенная. 15 копеек. Ладно, ищем дальше. Да е-марин. Да е-марин. Да. Вот это да. Вот это земелька сухая. Как асфальт вообще. Как асфальт. Так, что, я не выкопал, что ли? Не понял. Не понял. А, вот где-то здесь. В этом кусочке. Блин, траващ. Так, ищем. Так, было. А, вон она выпала. Из кусочка выпала. Что-то большое. А, блин, ходячка. Фух, современная ходячка. Так. Мучился, короче, выкопал современную ходячку. Ну, что, бывает. 97-го года она. 97-го. Фух, ищем дальше, жарко. Сейчас посмотрим. Сейчас все, покопаем немножко. Сигнальчики идут такие, но слабенько, конечно. Хороший сигнал, копаем. А, кстати. Не включил камеру. Сейчас покажу. 5 копеек советские нашел еще. Не включил камеру. Или потом покажу, наверное, в конце. Пятачок. Так, ладно. О, это я хожу здесь по окраинке, где вот здесь вот до этого места скошено, дальше нет. Дальше борщевик идет уже, и мелиорационная канава. Но сигнальчики идут. Это хорошо. Примерно, слушайте, наверное, в 15 минут монета получается. Я вот так вот прикидываю. Примерно. По-разному, но средняя. Средний такой. Так, в руках держу, где-то в комочке. Так, ищем. Что у нас тут? Какой-то неуверенный сигнал. Странно. Сейчас посмотрим. Разорвем комочек этот. Так, остался здесь. Монетка. Так. Монетка, слушайте. Так, а что за монетка такая интересная? Ну, не русская монетка. 10 пфенинг. 10 пфенинг. Бундес. Бундес Республик Дойч Ланд. 1980 год. Нифига себе. А знаете, почему неуверенный сигнал был? Похоже, она из металла и латунью с двух сторон, как современные монетки. Я недавно об этом говорил. Да, и вот она такая. Потому что сигнал вот на ребре, на ребре, она вот так вот хрюкает. Вот, так четкий сигнал. А на ребре металл. Вот я внутри вижу металл. И сохран очень хороший. Земля тут сухая, что ли, или что? Офигеть. Я, наверное, фотку потом приложу. Я, наверное, фотку приложу потом. Офигенная монета. Вот она, ржавая железка. Железо ржавое. С краю. А сама монета вообще в идеале. Очень хороший сохран. Мне кажется, ее недавно потеряли. Она не с 80-х годов здесь лежит. Потому что сохран уж больно хороший. Странно. Хотя, ну, не знаю. Но сохран очень хороший. Я, конечно, ходил, такие монетки. Я помню, я помню, 2 копейки 82-го года нашел. Она была вообще просто как это. Ну, как будто ее только что потеряли. То ли, то ли земля, то ли что. Так, блин, здесь жарко стоять. Короче, ладно. Пойдем дальше искать. Интересная монета. Даже без рытвен. Вот я здесь хожу. Вот, вот там, кстати говоря. Вот железная дорога. Вот я показываю, где вот эти вот деревья высокие. Вот. Тачка вон там стоит у меня. Вот тут недалеко. Вот она абсолютно. Я не вижу, что снимаю солнце, блин. Вот, да. Вот тут машина, короче, машина. И деревья там, железная дорога. И вот между вот этим местом всем, да, вот все здесь и происходило. Там все заросло, естественно. Там, ну, нереально ходить вообще. Потому что вот здесь вот кошеное отличное поле. Вот. А здесь, естественно, вот тоже, вот смотрите. Борщевик и все остальное. Вот. Попробуй походи-ка вот в таких чипыжах. А здесь красота. Вот я хожу вот по окраинке сейчас поля. Он хватанул немножко, чуть подальше самого поля. Я вот здесь вот, я вообще, сейчас покажу. Вот тоже такая вот лесопосадка идет здесь. Вот я ходил, наверное, года два назад, вот тоже на этом месте находил советские монетки. И сейчас хожу там, где, в принципе, в тот раз не ходил. Но они его перепахивали, когда этот клевер сажали два года назад, как раз примерно. И из-за этого вот я и хожу, что вот тут вот по окраине. Ну, перевернули землю-то все равно же. Сейчас походим еще, посмотрим. Уже ближе сейчас к машине. Вот этот участок я и буду обследовать, где сейчас нахожусь. Сдвоенный сигнал. Хороший признак. О, здесь что-то вроде лучше лопата немножко втыкается в этом именно месте. Чуть-чуть. Да, помягче. Немножко. Офигеть жарко. О, крыночки какие-то пошли, смотри-ка. Крыночка. Да. Хм, интересно. От крынки. От крынки осколок. Так, где-то здесь. Тишина. Тишина. Опа. Так, смотрим. о монитос ну как обычно советский советский 5 копеек да ладно 1954 год ну у меня только что была монета 5 копеек 1902 5 . я здесь нашел 54 года но этот похуже сохраняя по моему его поцарапал у я его поцарапал по моему я потом обзор на разложу монетой мужика 54 год тебя в рытвенных правда то то тот получше сохран был да ладно а я его до долбалызнул лопатой немножко царапнул камеру поздно включил забыл что поткнуть воткнул камеру не включил вот слышно вам даст сдвоенный сигнал это неплохо но это вот это алюминиевая бронза вот на данном поле это чаще всего это алюминиевая бронза вот эти вот советские монетки фу солнце встает высоко время прошло больше часа и уже это самое все тяжко сейчас буду собираться сейчас найдем здесь в этом комочке видно ничего не знаю поближе к вам сейчас сделаем найдем сейчас найдем разломаем никуда не денется пока не вижу все выпало вот она вот она монетка выпала видно вам нет надеюсь вот она блин я ее опять лопатой что ли лопатой немножко шваркнул или она такая есть я посмотрим так сейчас чё она такая все криво это две копейки советские год 1937 вся погнутая какая-то всю ее из фигачила ну в общем вот как то так советская монетка две копейки фут 1937 сегодняшний итог по монетам получается 1 2 3 4 5 6 7 7 монет и один жетон не знаю от чего цифры ну не цифры не знаю с каким-то единичка не единичка что ли вот это за часа ну полтора наверно может чуть больше солнце стало уже высоко шпарит по полной программе вот монеты здесь в принципе неплохого сохрана вот видите да они такие ну ну некоторые с окислами некоторые вот с окислами это но вот их тут мало совсем вот потому что здесь это поле она как это сказать то но не удобряется она просто косится и все здесь не сыпят всякую химию как вот под картошку под остальные культуры такие а здесь просто выращивают клевер и скашивают каждый год это место прикольно и в том плане что хочется по советских монет покопать приезжай походи можно надыбать советских монет и вот то что хорошо то что его все-таки перевернули перевернули туда туда где мы не были в принципе вот с вами еще кстати говоря это вот там там где по гауссу стояли вот за этим вот миллиард сонной канавой там они но там к сожалению не косится вот там или весной или осенью ходить можно но говорю что надо будет это самое время года чтоб не было травы фу давит солнце как же солнце давит а но это куда деваться от него и на поле то не спрятаться от него нигде видите тут тень тенечка то даже нету она сверху шпарит солнышко то ну вот и подошел коп к концу потому что солнце просто но она издевается над нами просто вообще и ничего не помогает пьешь воду в белой футболочки в шляпочке короче не бесполезно но прям давит давит по полной программе вот так что я сваливаю быстрее домой в тенечек в прохладу и кому понравилось ставим лайки ребята и увидимся скоро на новых роликах и приходите на стримы на второй канал диджей y с гитарой там мы собираемся дружной компанией поем ну я пою песенки под гитару ребята слушают общаются в чате ссылочка как обычно будет в описании всем удачи ребят пока до новых встреч